Если бы вам потребовалось произнести какой-нибудь звук, не используя язык, какие звуки вы смогли бы произнести? Я прошу вас поэкспериментировать. Да, безусловно, можно произнести «а». Возможно. Да, возможно. Ещё какой-нибудь? Представьте, что у вас нет языка. Какие звуки вы сможете издавать? Вы сможете произнести «а», произнести «у» и произнести «м». Попробуйте любой другой звук. Тот, кто не говорит, немой. Какие звуки он издаёт? Потому что для произнесения этих трёх звуков не нужно использовать язык. Если убрать ваш язык, вы сможете произнести только три звука. «А», «у», «м». Используя язык, вы ставите его в различные позиции по отношению к нёбу. Чтобы смешать эти три звука и произвести все остальные звуки, которые вы производите. Если вы знакомы с цветным телевидением, то вам известно, что существует только три основных цвета. Содействуя эти три цвета, вы можете видеть на кинескопе все возможные цвета. Также существует только три основных звука. Используя эти три звука, вы можете производить все остальные звуки. Язык лишь помогает вам смешивать эти три звука множеством сложных способов. Эти три звука, «а», «у» и «м» называют базовыми или универсальными звуками. Потому что эти три звука лежат в основе всех остальных звуков, которые вы можете произнести. Если же произнести все эти три звука вместе, что получится? Нет, не «о». Эти три базовых звука лежат в основе всех остальных звуков, которые вы можете произнести. Почему их называют универсальными звуками? Если это так, то как же так вышло, что только какая-то одна религия использует его в качестве собственного бренда? И больше нигде о нем неизвестно. Это не так. Где бы ни появлялся просветленный, возникал звук «аум». Взять, к примеру, христианство, зародившееся в Иерусалиме, где в то время был арамейский язык. У арамейского языка есть определенная склонность, при которой доминирует звук «н». Так что в христианстве, что бы они ни говорили, в конце они заключают «аминь». Если разбираться с тем, как это произносит Ватикание, всегда произносится «аминь». Уберите «н» и скажите «аминь». Если вы хотите с этим разобраться, то можно увидеть подобную склонность в тамильском. Смотрите, возьмем рама. Знаете о раме, который родился в Айодье? И он оказался на юге. Когда он пришел на юг, когда рам оказался в Андропрадеши и Карнатаке, люди стали называть его «рама». Затем он пересек границу Тамилнада. Люди стали называть его «раман». Если Кришна окажется в Тамилнаде, что вы скажете? Кришнан. Если Арджуна окажется в Тамилнаде, что вы сделаете? Арджунан. Если Бхима окажется в Тамилнаде, что вы сделаете? Бхиман. Кто бы ни пересёк границу Тамилнада, он будет анифицирован. Это добавление «ан» в тамильском гораздо более выражено, чем в арамейском. Уберите «эн» и останется просто «аум». И сегодня, когда «аминь» пришёл в США, он превратился в «эймэн». Это и есть возникающие культурные и языковые искажения. В исламе, который зародился в том же регионе, и в тех же культурных и языковых влияниях, говорят «аминь». Уберите «эн» и скажите «аминь». «Ах, тот же звук». Потому что когда человек оказывается в тишине по своей природе, никогда учитель просит помолчать. Не так, когда уши затыкаешь, а когда становишься беззвучным по своей природе. В нём начинает звучать звук «аум». Потому что «аум» — это основополагающий звук вашего физического существования. Когда звучит «аум», он начинается чуть ниже попка, а заканчивается у кончика вашего носа. Этот звук начинает звучать сам по себе. Так что, когда человек действительно затихает, и внутри него полнейшая тишина, он всегда начинает ощущать звук «аум». Когда происходит его передача, со временем он искажается согласно языковым и культурным влияниям. Даже в Индии «аум» превратился в «оум». Но это не «ом». Вскройте рот и произносите звук «а». Плавно закрывайте рот, и он превращается в «у». А когда закройте, он превращается в «м». Звук «аум» несет бесчетное число преимуществ. Даже сегодня, если кто-то приходит сюда с любыми психологическими сложностями, первым рецептом всегда будет произносить «аум». Делайте это в течение нескольких недель, достигните внутреннего успокоения, и мы перейдем к остальным аспектам. Я могу показать вам сотни людей, о которых медицина утверждала, что они должны принимать лекарства под наблюдением психиатра до конца своих дней, и которые полностью избавились от необходимости в лекарствах простым произнесением «аум». Если вы страдаете от необоснованных страхов, плохих снов, кошмаров, психологической и физической нестабильности, если у вас слабое телосложение, вы склонны часто болеть, в особенности дети. Если у них проблемы со вниманием, ежедневное произнесение «аум» в течение нескольких минут приведет к невероятным изменениям в вас. Если у вас есть такие проблемы, для которых в вашей жизни не находится решение, ежедневное произнесение «аум» все преобразит для вас. За пару недель вы сможете ощутить невероятные изменения в том, как вы функционируете, потому что это основной звук вашего физического бытия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok